Продолжение следует... Мальчика назвали Марик. Он старичок. Ему приблизительно 8-9 лет. Друзья, знакомых врачей, кто мог бы прооперировать в долг, нет. Ситуация экстренная, поэтому ребенка пришлось ввести в ближайшую клинику. Это оказалась клиника Ягнегова. Очень дорогая клиника. Ребята, не знаю, как буду договариваться. Буду оставлять в крайнем случае паспорт. Все. Здесь тоже опухоль лежит. Здесь опухоль, а вот здесь две опухоли. Его кто-то сильно грыз. Ножусь, малышка. Ножусь. Не бойся. Ну все, делаем маленькое видео. А потом уже я дома сделаю, когда уже. Маленький. Маленький. По возрасту ему лет 8-9. Ничего, малыш, все будет хорошо. Ребенок истощен. Видно, что он на улице давно. Покусанный весь. Истощенный. Ребрышки торчают. Спинка уже как у динозаврика. Малыш. Да. Не бойся, малыш, садись. Садись, мой хороший. Маленький. Марик. Ты мой хороший. Все будет хорошо, малыш. Так. Малышу необходима хирургическая помощь. Сейчас придет анестезиолог. Будем решать, как вскрыть вот эту опухоль. Это абсцесс очень сильный. Вот. Ребенок старый. Поэтому надо делать все очень осторожно. Я надеюсь, у нас все получится. Буду как-то созваниваться, искать выход. Но, друзья, реально на карте всего 10 тысяч. Сколько запросят за операцию и анализ, пока неизвестно. Мальчик сейчас на операции. Друзья, у нас экстренная ситуация. Реальная, сильная, тяжелая, экстренная ситуация. Бывают такие моменты, когда надо сначала делать, а потом уже думать. Ребят, простите, что я сначала делаю, потом думаю и озадачиваю вас. Мои хорошие, нам нужна экстренная, срочная помощь. Ребенок реально тяжелый. Помогите, пожалуйста, мои хорошие. Всех, кто с лохматой душой, друзья, отзовитесь. Хоть по 20 рублей. Прошу вас. Экстренная помощь. Умоляю, друзья. Срочно. Спасибо. 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 Спасибо.